Здравствуйте! Вы смотрите в прямом эфире Черноморской телерадиокомпании. С вами ведущий Владислав Майстру. А моим собеседником сейчас будет пани Маруся Зверобой, командир батальона Марусины Медведи. Вот такое женское лицо войны в Украине. Одно из женских лиц этой войны. Вот, пани Маруся, буквально вчера министр обороны, господин Полторак сказал, что в Украине не нужна мобилизация. Ну, сейчас. Потому что не надо новый набор военных. Я зашел на вашу страницу в фейсбук, а у вас совсем все наоборот. Вы объявляете такую фейсбук мобилизацию, вы призываете молодых людей, и не только молодых, вступать в ряды вашего батальона Медведей. Почему такая разница? Ну, очень много официальных заяв. Это очень часто у нас какой-то популяризм. Наступная хвиля, насколько мы знаем, чекается в березне хвиля мобилизации. Сейчас я работаю с контрактниками. То есть, когда есть мобилизационная хвиля, то хлопцы, которые проходят у нас подготовку, у них есть выбор, они идут або за контрактом, або по мобилизации. Сейчас хвилей нет, поэтому они идут по контракту. У нас они нужны, потому что у хлопцев, тех самых контрактников, у кого заканчивается контракт, або кто уже демобилизованный, идут домой, то их нужно же кем-то заменить. И для меня эта заява дивная, если честно. И в Херсонской области зараз. И там нужны хлопцы, и туда мы их набираем. Кстати, по поводу Херсонской области. Я так понимаю, что ваши бойцы с вашего батальона, они сейчас находятся на границе с Крымом. Или я правильно понял? Так, нещодавно они были переведены. Опять-таки, мы помним, что когда началась энергетическая блокада Крыма, появились разного рода сообщения, потом их не подтверждали, что Россия стягивает границы с материковой Украиной. Танки, подразделения и так далее и тому подобное. Вообще, какая обстановка с точки зрения военной логики на юге у нас, на наших южных границах с оккупантами? У меня есть данные, это наша добровольная разведка. Эти данные подтверждают, загалом скупчение техники и в Крыму, бедо нашего кордона. Хотя, какой кордон? Ну, нет там у нас кордона. Ну, то, что да, то, что мы должны называть границей. В Крыму, с нашего боку, и на Донбасе. У меня такие данные есть. Ну да, окей. То есть все намного хуже, чем может казаться. Значит, так я понимаю? Ну, возможно. Есть чувство какого-то подготовки, которая растягнута в часе. И она как-то связана с боевыми действиями россиян в Сирии. Можливо, они там отработают. Можливо, они отработают там авиацию, какие-то там новые виды оружия, натаскивают молодняк. И я думаю, что это загрожает нам, ну, очевидно, напрямую. Вот я хочу, чтобы режиссеры тоже показали лица ваших бойцов. То есть это мужчины, молодые мужчины, которые сейчас служат на востоке Украины и которые являются добровольцами. Во-первых, я хотел бы узнать, кто эти люди, да, то есть кем они были, не знаю, в нормальной жизни без войны. Добровольцами они называются саме тому, что они пришли не по мобилизации. Мы даем оголошение – они добровольно идут в армию. Саме тому они у меня называются добровольцами. Хотя частина хлопців у нас, ну, полтора года назад, я была командиром батальону ДУК правого сектора. И частина хлопців, тогда мы тренировали добровольців, они воювали у нас на Писках. Ну, и те, что воювали там, потом их вывели из той территории. Но они мали желание продолжать право обороны Украины. И мы нашли для них возможность, договорились с 79-ю бригадой, что они нами подготовлены, могут идти на контракты. Они сейчас служат уже почти год. Ну, то есть такие добровольцы. Но до них уже объединятся люди, которые чисто в армию идут. Не чисто в армию, они идут саме в 79-ку, потому что у этой бригады уже есть своя история и свои победы. И мне очень импонуют командиры, с которыми я работаю. Мы не стали тренировать для любого, кому не доверяем. Потому что, когда мы тренируем хлопцев, это уже наша родина. Власне, все мои в Адмедии – это такой один великий барлиг. И основное, чему их навчают, это стоять за побратимами и за Украину. Вот скажите, что они говорят о том, что происходит сейчас на Восточном фронте? Ну, из того, что я могу озвучить, туди подвезли сейчас чеченцев, потому что изменились триколоры местами на чеченские прапори. Кадыровцы. Ну да, да. Ну, периодично есть информация про приведение техники до боевой готовности. То есть, там сейчас не время расслабляться, а, возможно, в ближайшие месяцы какие-то такие заворухи там все-таки будут. Вот, смотрите, сегодня появилась, вернее, это вчера появилась статья Washington Post, очень приличная СМИ на мировом уровне, где журналисты и американцы сделали расследование по поводу какого качества та военная помощь, которая оказывает США Украине. Мы знаем, что США передала Украине нелетального оружия уже на сумму 260 миллионов долларов. Ну, большие деньги. Но вот журналисты говорят, опять-таки они провели расследование, что эта техника устаревая там конца 80-х, начала 90-х, что даже эти хаммеры, которые передали в некоторые, они не приспособлены для того, чтобы защищать, потому что у них там стекло пластиковое иногда и дверца тоже пластиковая. Вот, как вы считаете, вот ту помощь, которую мы так часто ждем, да, от Запада, там, по поводу вооружений, летальных, или, например, нелетальных, как в виде хаммеров, или помните, британцы передали тоже свои бронетранспортеры Диксона, если я не ошибаюсь. Да. Вы знаете, такий крок, с боку Америки, очень схожий на какие-то такие заявы наших министров обороны и тоже очень схожий на какой-то популяризм, потому что весь мир знает, что раптом Америка захочет помогать, это будет молниеносно, она пишется очень быстро, вопрос тоже очень быстро закрывается, но то, что происходит сейчас, Украину абсолютно покинуто, и мы в этой войне противостоим сами. Да. Скажите, где вы были два года тому назад, в этот день, 1 декабря 2013 года, помните? Это серьезно, что меня полиция спитает, я, честно, даже не отвечаю. Ну, працювала, я еще не была, возможно, саме в этот день я была біля телевизора, потому что тогда я была таким пасивным поддержкой борцов Майдану, я вмикнулася 18 лютого лише, так, ну, активно, что меня не вимикает доси. Вот, а до 18 лютого, возможно, на Майдане дрова подвозили, речи теплые подвозили хлопцам палатки. Режиссеры, поменяйте фотографии, там, фото марш. Да. Да, вот так выглядел Киев два года назад, 1 декабря 2013 года. Да, бутерброды, и… Бутербродов еще не было, тогда вот эта толпа миллионная, не знаю, там просто было очень большое количество людей, она даже не снесла, а они просто за собой убежали. Мои девчата ездили с бутербродами еще до того, как они там появились, потому что у меня, так, у меня мама и коллектив ее, и они працювали, ну, на Васильківській, и они были, після работы, обовязок кожного, они набирали чай в термосах, и Петерброды, и вот и шли, брали разом со всеми участием, и у всех пригощали, так это у нас тогда выглядало. Да. Ну вот прошло два года, да, это можно назвать марш достоинства, потому что это как раз произошло после того, как студентов с ночи на 30 ноября их разогнали, побили очень сильно и установили железную елку, и тогда казалось, что Янукович хочет показать, что он тоже пацан такой, как Путин. Но я помню, как раз день до этого на Майдане независимости общался с некоторыми оперативными сотрудниками, я не знаю, это было СБУ или МВД, и они говорили, что да, ну, завтра никто не видит, идиотов нет. Ну, потом они, конечно, ошиблись. Ну, в этом видно влияние и идеология российская, которая неплохо проходит на нашей земле, потому что украинцы очень сильно отличаются от россиянцев, совсем не братские народы. Вот я хочу вам показать и вам, и телезрителям, что думают о Майдане два года спустя жители Северодонецка. Видео называется Север. Пожалуйста. Те цели, которые ставили перед правительством, никакой роли они не сыграли. То все осталось, как и прежде. До Майдана и после Майдана одинаково. В этой войне началась из-за Майдана Порошенко захватил сам власть, и все. Я Сенюк, никто не выбирал, мне просто захватили, и все. Один сбежал, другие стали. А изменений никаких. Что иллюстрацию говорили, оно ничего не исполняется. Как было, так оно и есть. Я бы не сказал, что легче стало жить. Работы нету, как таковой. К хорошему ничего не привело. Может, сюда хотели людей, но я не увидел ничего хорошего. Те условия, которые были там поставлены на Майдане, там это самое, ну, частично не выполняются, ничего такого, это самое нету. Вот. Ну и Верховная Рада плохенько работает, так сказать. Ну, вот такие настроения в Северодонецке. Я бы хотел сказать, что такие настроения не только в Северодонецке. Почему? Ну, нет, чем спорить, если честно. Я считаю, что у нас люди, которые идут до влады, они, как в шахе играют, они в игре. Вот. Это для них такая игра, они очень долго в ней игралися, но они абсолютно не готовы до такого развороту подій. Тут нужны совсем другие люди были у влады. Тут мае быть более радикальный президент. Хотя с таким, власне, никто не зештовховался, с тех, кто сейчас и при владе, и, власне, в народе. У нас не было войн. Усі роки нашей невеликой независимости. Больше того, война, которую сгорнули, она не стандартная. Это гибридная война. Тут идут на все методы, и в основном все они нечестные. Информационно у нас просто... Мы были не готовы до информационной войны. То, что мы ее так долго програвали, ну, это же было очевидно, видно всем. И люди, которые стали у влады, они... Дуже велика помилка людей, что они обрали тих самых людей. Не можно было этого делать. Можно допустить, что они незаконно стали, чтобы были, мали место фальсификации. Потому что одного раза лише мне в моем жизни довелося брать участь у выборах фальсификации на среднем уровне и на нижнем уровне. Я понимаю, что они есть и на высшем уровне. Но если вы не доверяете, то вы должны снова выйти и малили. Сейчас Вилкула все-таки свое место отстояли. И место показало, что ты сюда не пройдешь ніякими фальсификациями. Так надо было тогда делать, если вы не доверяете президенту. Если так не есть, то мы должны то, что мы должны. А что мы должны? Люди, они грали в свою группу політичную 20 лет. И они продолжают в ней играться. Но они выпали из реальности. Реальность вокруг них такая, с которой они не могут справиться. Они не понимают, что с ней делать. Они не військовые. А сейчас в Украине... Я взагалі за то, чтобы президент Украины все-таки мав какое-то військовое минуле. Хотя бы потому, что Россия была и будет всегда очень жестким агрессором по отношению к Украине. Всю нашу историю. Потому что я себе никакое может быть прошу. Но разве что в Афганистане кто-то воював. Но я имею в виду, если бы сейчас. Если бы выборы состоялись... Замахи на Украину, с их боку, были и будут всегда. Как только мы показываем какую-то слабость, нас будут намагать, хапнуть. Ну, это почему-то таки у них всегда имперские такие амбиции. Амбиции, они и сейчас стверждают, что Украины просто не существует. А мы не готовы стверждать зворотнее. У нас у влади никто взагалі не згадує, что Крим украинский. Чому мы не идемо рятувати украинцев у Криму? Чому не идемо рятувати украинцев в Донбасе? За два роки цієї війни наші головнокомандувачі, не буду казать, як їх називають по-правильному в интернеті, могли б чомусь навчитися у Путіна та вже ламанутись і думати таки за людей. Тому що ті за людей не думають, але з цим лозунгом вони відвоюють чужі території. А ми за наших людей взагалі не говоримо. Ми забулися за українців, які є українцями на Донбасі. Забулися за українців, навіть татари вважають себе українцями в Криму. За них просто мовчать, ніхто не піднімає питання. Там піднімається питання за Донбас, взагалі ніхто не говорить за Крим. Я вибачаюсь, ми що, визнали, що у нас уже Криму немає? Ні, не визнавали. Але цю територію взагалі не беруть до уваги ні в яких перемовинах. Ну, да, це правда. Ну, є, звісно, пропозиція Ріфата Чубарова внести питання Криму в Мінський формат переговорів. Не знаю, наскільки це, в принципі, удачна мисля, учитывая, як йдуть Мінський процес. Тобто усіх, хто в політиці, вони взагалі не вважають, що це його народ. Що з ним треба щось робити, з ним треба рахуватися і його треба захищати. У нас осталось буквально 2 минути. Вот сьогодні, да, в честь годовщини марша достоинства появилось публічне обращення до президенту і прем'єру. Авторов багато, мабуть, ви читали це в Фейсбуці. Ну, от я як раз тут кусочок, фрагмент із цього обращення. Ну, достатньо длинне. От, уважай, президент України і прем'єр-міністр, люди все видять і розуміють. Вони вже не вірять вашим оправданням. Корупційна візня і імітація реформ уничтожає довість українського обществу і уваження зарубежних партнерів. Ви думаєте, що час ще є? Довжні вас огорчити. Люди на пределе. От, що за пределом? С вашої точки зрення? За пределом? Ну, якщо вони думають, що Майдан, то це трохи... Досить жорстка версія Майдану, скажем так. Тому що вже багато демобілізованих, багато людей, які відвоювали добровольцями. Багато зброї в тилу, якби не працював Аваков, і все одно буде багато. Тому що якби були мирні часи, всі б самі цю зброю здавали. Ну, ось дивіться, допустим, буде третій Майдан. Кровавий. Це вже громадянська війна. Так, а якщо лідер у Майдану, то лідера не було у Майдану. І зараз не буде. І зараз не буде. Не буде. Лідера зараз не буде. Це буде просто виплеск емоцій. Звісно. Просто, ну, початок буде майданівський. Просто вийдуть і знесуть к бісовій матері. І дуже жаль, я вам скажу. Тому що є великий ризик, що замість цих двох наших очолювачів стануть отакі самі з цієї самої бригади. Ці самі, які все деребанили. Ті самі, які в курсі фальсифікації будуть їх використовувати. Наша задача – змушувати працювати. Або ми навчимося це робити, або ми постійно будемо незадоволені владою і люди, яким пошарабанував наш український народ, все одно будуть у владі. Влада буде нагліти рівно настільки, наскільки дозволить сам народ це робити. Наскільки ми дозволяємо нам на шию влазити, настільки, а чого ж ні. Саме це відбувається з Росією. Вони будуть брати стільки, скільки їм віддадуть. Коли мені кажуть, що нам немає за що воювати, моїм хлопцям є за що воювати. Тому що, якщо зараз вони розвернуться і прийдуть сюди, то усе, що вони стримують, зараз по їхнім п'ятам теж прийде сюди. І тут ви вже нічого не зможете. Ні цю владу, ні іншу владу поставити. Ніяку. Буде імперія. Ви будете Малоросією. Тому частина людей має стримувати ворога на зовнішньому кордоні. Але всі, що тут пишуть, хто не задоволений владою, вони мають теж щось робити, а не писати. Тому що Росеній Петрович і Петро Олексійович, скоріше всього, нас в інтернеті не читають. Хоча треба сказати, що, наприклад, з дозволу Петра Олексійовича і мої перші правосєки тоді ще потрапили в 79-ту бригаду. Тобто теж є світлої п'ятни. Не знаю. Може держи ворога ближче. Я не знаю, як це пояснити. Ми ніколи не пересікалися. І мої хлопці точно знають, що вони там стоять не за цю владу. Це дуже велика помилка, яка дуже часто звучить, що ЗСУ – це військо президента. Це абсолютна помилка. Хоча всі дії, які зараз стратегічно виконує ЗСУ, воно залежить, звісно, від головнокомандуюча. А я вибачаюсь, головнокомандуючий від кого залежить. Якщо ви будете писати в інтернеті і далі, а не стояти під дверима нашого президента, то я боюсь, що з вашого мовчазного дозволу, як би ви не кричали голосно в інтернеті, але в реальному житті це мовчазний дозвіл. Те, як президент і його оточення будуть розпоряджатися і Україною, і військом. Тобто не тільки пишіть, не тільки говоріть, а й давіть. Треба виходити і щось робити обов'язково. Благодарю пані Марусі за роботу, за цю беседу. Оставайтеся з нами. Дякую за перегляд!